добрый день уважаемые зрители сегодня планируем сделать коротенький обзор про красавца который у нас стоит на заднем плане позади меня сегодня это у нас автопоезд для перевозки светлых нефтепродуктов в составе тягача компании века мт полуприцеп цистерна производства компании роспит стран необычный цвет у нас сегодня необычная раскраска очень симпатичная получилась машина но если присмотреться то машина отличается еще наличием сверху дополнительного пространства который обеспечит крыша вот приподнятая над кабиной это позволяет разместить второе спальное место то есть кабина в дополнение к стандартному спальному месту к одному спальному месту получил еще полку который откидывается и находится вот как раз под самой крышей то есть позволяет разместиться и отдохнуть двум водителям ну в общем то вот она уже в таком кабина в исполнении практически как ну вот как дорожный стралис то есть увеличенный объем люк в крыше да вот большое количество ящиков для размещения вещей водителя документов там и прочего вот ну да два спальных места как мы говорили под нижним спальным местом боковые рундуки для размещения водительского инструмента но и всевозможных нужных в поездке вещей ну традиционно до бортовой компьютер ограничитель скорости 90 километров в час внутри в машине в кабине установлен независимый отопитель обершпехер и на этой же машине также установлен предпусковой подогреватель тоже фирмы обершпехер сиденье водителя на пневмоподвеске большие традиционно зеркала с электрическим подогревом передняя бордюрное зеркало коробка традиционно 60 16 ступенчатая на этой машине установлен передний мост кеслер грузоподъемностью 10 тонн и раздаточная коробка установлена компании производства компании zf что с отключаем передним мостом то есть в случае необходимости водитель может эту машину использовать как полном полно с полным приводом так и отключить передний мост когда дорожные условия позволяют двигаться только на задних на заднем приводе на задних мостах традиционно обратим внимание на шильдик и которые наклеены на дверях то есть установлен двигатель курсор мощностью 500 лошадиных сил выполняющий нормы по отработавшим газом евро 5 спереди подвеска мало листовые рессоры обеспечивающий больше большую плавность хода чем много листовые рессоры гидравлические амортизаторы разумеется сзади у нас много листовые рессоры сам тягач рассчитан на перевозку на буксировку полуприцепа максимальной полной массой 85 тонн соответственно стоит седло седельно-сцепное устройство шкурень три с половиной дюйма из седельное устройство позволяет выдерживать нагрузку до 27 тонн запасное колесо установлено за кабиной вертикально площадка для обслуживания тягача дополнительный бак северный пакет так называемый на этой машине позволяет эксплуатацию при температурах до 45 градусов фильтр топливный сепаратор с электрическим подогревом глушитель традиционно выведены вверх топливный бак 485 литров защиты снизу задние мосты грузоподъемности по 16 тонн тележка задняя блокируется дифференциала блокируется межколесная и сама тележка по себе блокируется также полуприцеп производства нашей компании урал спецтранс емкость 35 кубических метров цистерна трехотсечная сверху мы видим единый короб экологический верхние заливные люки с дыхательными клапанами и с защитными дугами которые позволяют защитить механизмы закрывания и дыхательные клапаны от повреждений снаружи но при заправке например цистерна там и прочее с этой стороны у нас ящик под инструмент и принадлежности которые водитель перевозит сейчас мы его откроем большой ящик с креплением под запасное колесо с той стороны на мы сейчас пройдем туда с той стороны подкроем там с рт опорное устройство телескопическая боковая защита алюминиево откидывающиеся башмаки противооткатная но очень хорошо видно что подвеска трехосная 9 тонны и оси передняя ось подъемная имеет механизм пневматический подъема размерность колес 385 на 65 на r 22 с половиной брус имеет возможность подъема заднее защитное устройство подпружиненное то есть как бы видимо поднять можно и потом опустить зафиксировать в но стандартном положении буксировочные крюки для оказания помощи в трудных ситуациях две штуки до с обеих сторон на место для размещения номерного знака ну и как бы площадка для подъема наверх на цистерну лесенка для подъема скреплением на задней стороне емкости сливные рукава до для случае чего для сбора можно подставить сюда емкость имеющиеся в комплекте но для сбора разлитых при загрузке цистерна нефтепродуктов открыл кран слил закрыл кран ну и так далее система управления стояночной тормозной системой ну и кран управления подъемной осью ресивер для отбора сжатого воздуха кран управления подвеской пневматической диагностический разъем обещали показать что у нас ящики находится да но мы с этой стороны посмотрели с это нет ящик срт да но тут получается трехсекционной то есть это три крана на вывод из по одному до на вывод из каждой секции слив в общий коллектор для облегчения слива пневмо управления донными клапанами которые позволяют для отгрузки открыть закрыть клапаны сталь 09 г 2 с снаряженная масса 9300 килограмм максимальная масса 39 400 распределение нагрузки у нее получается 25 тонн на задней оси и 17 тонн на сидельно-сцепное устройство тягача цистерна выполнена в соответствии с требованиями допок то есть необходимая маркировка знаки опасности огнеопасно таблички под размещение знаков перевозимого груза контурная лента боковая освещение короткий обзор закончим наверное холодно тем более что спасибо за внимание смотрите наш канал всего доброго до новых встреч до свидания